Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Повсюду были люди, их тела извивались, двигаясь в такт, ритму музыки Меня мутило, но теперь я хотя бы мог двигаться Нужно было сунуть голову под кран Это должно помочь Я еле держался на ногах К горлу подступила тошнота Собрав последние силы, я двинулся дальше Девушки отдыхают Эрик Бэйн, твоя цель ждет Эрик Эрик Бэйн Имя ударило в голову, словно пуля Это было мое имя Другие воспоминания Ничего Тьма в голове скрывала все остальное Ангел пропал, а вместе с ним боль Пора было выяснить, кто я такой И что я здесь делаю Не исключено, что Вышибало видел, как я вошел Может, он прольет свет на эту загадку Иди прочь Не на людях же Прошу прощения Вот закрыт Привет Да? Что Вам нужно? Я хотел спросить Я не мог вымолвить ни слова Приведи его оружие В голову полезли воспоминания Эй Эй, приятель Ты в порядке? Да, да Порядок Я в норме Я пришел в клуб один или с кем-то Понятия не имею Я только что заступил на смену До того за дверью приглядывал мой начальник Где его найти? Да здесь где-нибудь Проси в баре, где Том Воспоминание казалось очень реалистичным Даже если я и не все понимал Это было предупреждение Я вернулся в клуб, чтобы найти главу службы безопасности Может быть, он мне поможет Очень мило Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Привет. Мне бы... Ему кровавую Мэри. Фирменную. А кто сказал, что я хочу кровавую Мэри? Поверь, я точно знаю, что тебе нужно. Не знаешь, где Том? Том? Конечно, я знаю, где он. Иди вверх по лестнице. Он там. Удачи. Спасибо. Пока. Ага. Ещё увидимся. Напиток был мерзок на вкус и оставлял странное послевкусие. Но моё тело было иного мнения, и тепло наслаждения развелось внутри. Мэри. 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 Да. Девушки отдыхают И о чем ты? Черт, чувак, ты что и в самом деле не понимаешь? Моя память, все как в тумане Ну как скажешь, я-то знаю, что ты ищешь Слушай, приятель, мы можем тебе помочь В смысле, я знаю, кто может Иди за мной, я отведу тебя к ним Уверен, она тебе поможет Ее зовут Роза И она знает обо всем этом больше, чем все мы тут Тебе очень повезло, что ты встретил меня С большинством из нас лучше не пересекаться Они бы тебе просто оторвали голову Или чего похуже Не волнуйся, мы почти пришли К слову, этот клуб принадлежит Розе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Привет, Том Вижу, ты привел гостя Рада видеть тебя снова Понравился коктейль? Слушай, Роза Этот парень вообще не сечет, что происходит Ничегошеньки не помнит И он здесь один? Похоже на то Эй, я вообще-то тоже тут Может, скажете, что происходит? Я понятия не имею, о чем вы говорите Ты... Вампир Вампир, как Том и я Ага, точно Спасибо за коктейль Но я, пожалуй, пойду Том, покажи ему Хо, милый фокус Что за... Ты использовал вампирские способности автоматически, на рефлексе Неплохо Похоже, врожденные Спасибо, Том Теперь я позабочусь о гости, а ты возвращайся Понял До встречи Итак Меня зовут Эрик Эрик Бэйн Хорошо, Эрик Меня зовут Роза Надеюсь, наша маленькая демонстрация тебя убедила Не думаю, что у меня есть выбор Верно Сейчас у тебя есть более важная проблема, требующая решения Ты еще не стал полноценным вампиром, и в этом есть некоторые недостатки Расскажи мне о вампирах Что ты хочешь знать? Почему никто не знает о существовании вампиров? Потому что мы очень стараемся избежать этого Думаешь, люди будут рады, узнав, что мы живем среди них? Искусственная кровь или кровь животных не помогают Поверь, я пробовала Нам нужна настоящая кровь Причем кровь живого человека Мы сильны, Эрик Ты силен Но даже мы уязвимы Пули могут ранить и даже убить нас Хоть нас и не слишком много, в нашем кругу достаточно конфликтов Поэтому мы используем всю свою силу и влияние, чтобы держаться от людей в тени Существуют вампиры, сколотившие финансовые империи и контролирующие средства массовой информации Они обеспечивают тайну нашего существования Можешь рассказать мне о вампирах в убежище? Да, кое-что я могу тебе рассказать Но это было бы не совсем уместно Не так ли? Тебе лучше поговорить с ними самому Тома ты уже знаешь Он у меня главный по безопасности Еще здесь в клубе работают близняшки Крюгер Эйприл стоит за барной стойкой Полагаю, ты ее помнишь? Джун наш диджей Если хочешь узнать о них побольше, лучше поговори с ними сам Расскажи мне о себе О себе? Ну, прошло 10 лет с тех пор, как я была обычным человеком Я владею этим клубом и приглядываю за молодыми вампирами, такими как ты Но сейчас я не хочу рассказывать о себе Как-нибудь в другой раз Давай поговорим о чем-нибудь другом С радостью Почему я еще не полноценный вампир? Если вампир выпьет твою кровь и убьет тебя при этом Ты сам становишься вампиром Но для полной трансформации этого недостаточно Сначала нужен глоток крови своего создателя Только тогда ты станешь полноценным вампиром И раз я не знаю, кто сделал это со мной Значит, у меня проблема Именно Вампир никогда не создает другого вампира просто так Мы пытаемся скрыть свое существование от людей А каждый новичок увеличивает риск Твой создатель поставил нас всех под угрозу, бросив тебя Ни один вампир не рискнет навлечь на себя гнев всех остальных Полагаю, с ним что-то случилось А что будет, если я не выпью его крови? Лучше тебе этого не знать Я не знаю, что точно происходит, когда кто-то становится вампиром Но если не добыть нужной крови, мозг начинает разрушаться Ты будешь все больше и больше похож на зверя Пока не утратишь наконец остатки человечности Мы зовем этих жалких существ упырями Поверь, лучше любой ценой избежать этой участи А у меня есть выбор? Теоретически, кровь твоего создателя можно заменить кровью древнего и старого вампира Я говорю о вампирах, которые пребывают в таком состоянии уже десятилетия Таких в убежище нет, но я кое-кого знаю Его зовут Джон Блуминг Он директор музея Хартинга в центре города Блуминг не образец дружелюбия и не отдаст тебе свою кровь добровольно Похоже, особого выбора у меня нет Так оно и есть Но прежде чем уйти, поговори с Томом Он может дать тебе пару советов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, ты ведь Эрик, верно? У меня мало времени Как видишь, я немного занята Расскажи мне о себе Слушай, ты оглох, что ли? Я занята Иди докапывайся до моей сестрички за барной стойкой, если тебе нечего делать Чего хотел? Расскажи мне о музее Извини, но не сейчас я занята Чего хотел? Расскажи мне о вампирах Если ты еще не понял, я работаю У меня нет времени Привет, ты Эрик, верно? Том рассказывал о тебе Я Эйприл, Эйприл Крюгер Если я могу тебе чем-нибудь помочь, только скажи, хорошо? Расскажи мне о вампирах Я бы хотела тебе помочь, Эрик, но, честно говоря, я сама обратилась совсем недавно Что ты хотел бы узнать? Что ты знаешь о способностях вампиров? Честно говоря, почти ничего Вампиром меня сделала моя сестра, поэтому я умею быстро двигаться Очень помогает смешивать коктейли Но до Розы и Тома нам далеко Говорят, существуют очень сильные вампиры Способные кидаться машинами и запрыгивать на небоскребы Но я таких не встречала, и слава богу Расскажи мне о других вампирах в убежище Тома ты уже знаешь Он руководит службой безопасности и следит за тем, чтобы все было в порядке С людьми обычно проблем не бывает, но иногда сюда заглядывают и вампиры Но пока все под контролем Хозяйка этого места — Роза Она настоящий компьютерный гений Просто помешана на технике Джун — моя сестра Она работает диджеем Если хочешь узнать про нее, лучше сам с ней поговори Давай поговорим о чем-нибудь еще Как хочешь, Эрик Расскажи мне о музее Кажется, там сейчас выставка по средневековью Несколько лет там не была Слышала только, что директор музея тоже из наших Но о нем лучше спросить у Тома или Розы Налей мне выпить Конечно, вот то, что тебе нужно Эй, все в порядке? Можешь рассказать мне о вампирах? Конечно, могу Что ты хочешь узнать? Что ты знаешь о способностях вампиров? Это в нас самое клевое Мы можем творить прикольные штуки Ты уже показал трюк с тенью И ловко же у тебя вышло Впрочем, обычно способности у разных вампиров разные Роза, например, стала настоящим гуру по части технологий Мое вампирское умение состоит в том, что я могу видеть насквозь всякое дерьмо В общем, натуральный рентген вместо глаз Да и вмазать я теперь могу сильнее, чем раньше Чем старше становится вампир, тем более серьезным вещам он учится Говорят, по-настоящему старые вампиры, живущие столетиями, могут творить очень интересные штуки Что ты знаешь о нас? Не так много Если убиваешь кого-нибудь, выпив его кровь, он тоже становится вампиром Обычно это приводит к потере памяти, и ты не помнишь ничего из своего прошлого Прямо как у тебя сейчас Несколько дней ты будешь вести себя как нормальный вампир Но потом постепенно будешь все больше и больше становиться животным В конце концов, рассудок окончательно покинет тебя, и ты станешь одним из этих безмозглых упырей Но мы ведь этого не допустим, верно? Давай поговорим о чем-нибудь другом Конечно, приятель, как пожелаешь Можешь рассказать мне что-нибудь о музее? А, Роза тебе рассказала? Конечно, что ты хочешь узнать? Что мне следует знать о музее? Слушай, я небольшой поклонник музеев Какой-то богатый сноб приволок все это барахло из Европы Теперь это типа замок или что-то в этом роде Охранники довольно бестолковые, ребята Знаешь, такие толстячки-отставнички Вооружены только пистолетами, и, наверное, с двадцати шагов слона не попадут Пристройка что-то вроде старой сторожевой башни Там у них офис службы безопасности Хорошо, спасибо Да, и еще один момент Что? Говорят, Блуминг оцифровал кое-какие книжки по вампиризму И держит их в музее Мне бы очень хотелось на них взглянуть Может быть, ты отыщешь их и принесешь сюда? Если ты все равно идешь в музей, было бы круто, если бы ты кое-что притащил и для меня Если получится Расскажи мне о Блуминге Блуминг? Сумасшедший сукин сын У этого парня крыша поехала окончательно и бесповоротно Я встречался с ним где-то год назад, потому что подумывал о работе на него Но он полный псих За последние несколько месяцев стало только хуже Последний, кто ходил повидаться с ним, так и не вернулся Мы думаем, Блуминг убил его Звучит весело Ага, если ты любитель психопатов Давай поговорим о чем-нибудь другом Конечно, приятель, о чем хочешь Роза сказала, ты можешь меня кое-чему научить Ну, не то, чтобы научить, но у меня есть одна идея, как ты можешь развить свои новые рефлексы Перед клубом околачивается несколько кидал Ты мог бы разобраться с ними Мне подойдет Ну, давай, приятель, удачи Я оказался в пустом переулке Том отправил меня сюда, потренироваться Что-то было не так Я поплелся по единственному пути, который был передо мной Эй, приятель, хреново выглядишь Не рыпайся, сосунок, мелочь есть Точно, чувак, гони кошелек, а то сами заберем Я почувствовал, как меня охватывает гнев Желание причинить боль И жажда крови Эй, ты, ублюдина Я не мог объяснить, что произошло Неужели я только что убил кого-то и выпил его кровь? Субтитры сделал DimaTorzok Говорю тебе, этот ублюдок уделал Майки Просто прокусил ему горло Лады, успокойся С нами не пропадешь Если он явится, пристрелим, сучонка Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прикрой, перезаряжаюсь. Мочи его! Я эту мразь достану. Прятаться без мазы. Эй, вижу его! Убей, сучонка! Кончай дурить! Выходи и дерись, как мужик! Давай, покажись! Че, не пацан? Да куда же делась эта сволочь? Че, не пацан? Че, не пацан? Че, не пацан? Продолжение следует... 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 Так что тебе повезло оказаться именно у нас, братишка. Да, и тебе, наверное, стоит поговорить с Дженнифер. Она еще человек, но много копалась в вампирах, ну ты меня понял. Увидимся. Продолжение следует... Эй, приятель, неплохо выглядишь. Чем могу помочь? Мне пора идти. О, какая жалость. Переходи еще, милый. Переходи еще, милый. Продолжение следует... С возвращением, Эрик. Сначала мне нужно кое-что сделать здесь. Возвращайся, когда будешь готов идти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давай найдем местечко потише. Конечно, милый. Это было весело. Не забывай меня, малыш. Привет, Эрик. Чем могу помочь? Еще увидимся. До встречи, Эрик. Эй, все в порядке? Увидимся. Давай, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...